сегодня у нас в меню бак чой с говядиной все пропорции будут приведены в расчете на двух человек бак чой или же китайская листовая капуста нам будет нужна в объеме 600 грамм хотел бы я есть ее чаще но к сожалению не так часто можно ее купить и именно по случаю покупки сегодня у нас в меню это блюдо также нужно будет говядина 500 грамм говядину мы должны будем с вами нарезать и кусками в 5 сантиметров длиной и в 5 миллиметров шириной но в принципе длина не принципиально но вот нарезать нужно как можно более тоньше но не слишком тонко опять же хочу сказать что мясо лучше брать и как можно более с меньшим количеством жира лучше вообще без него то есть стейк и так мы нарезаем говядину тонкими кусками теперь нам нужно посолить мясо и поперчить его по вкусу черный молотый перец я люблю много добавляю много и далее если есть то добавляем мирин рисовое вино в объеме 1 столовой ложки и point это крахмал картофельный или кукурузный 1 столовая ложка добавляем крахмал и все хорошо перемешиваем затем отставляем в сторону чтобы мясо настоялось если в комнате жарко можно поставить в холодильник крахмал придаст такой особенно такой жевательный вкус мясу и также немножко преобразить наш соус теперь чеснок 5 7 долек чеснока зависит от того насколько вы его любите если вообще не любите то можете убрать его мы нарезаем на тонкие кусочки также зеленый лук если любите и хотите добавить блюдо тоже нарежьте его тонкими кольцами теперь займемся соусом соус достаточно простой при наличии необходимых ингредиентов соевый соус нам нужен будет с вами 4 столовые ложки это основа нашего соуса и затем устричный соус 2 столовые ложки этот point соуса и это пропускать нельзя далее мы добавляем подсластители а в данном в моем случае это сахар белый сахар 2 столовые ложки можно коричневый сахар можно добавить еще одну столовую ложку меда и затем я добавляю рыбный соус одну столовую ложку если нет то пропустите это опционально и мерина рисовое вино 2 или 1 столовые ложки если у вас его нет просто пропустите теперь мы все хорошо перемешиваем чтобы устричный соус растворился так как он достаточно густой по сравнению соевым соусом и также сахар бак чой нужно будет хорошо промыть так как у него иногда между листьями бывает много песка и земли для этого проще всего снять листья тем более что мы все равно будем это все равно потом придется сделать так что можно в процессе промывки сразу их снять и так будет проще промыть после того как мы промыли листья есть варианты если листья самой капусты бак чой очень большие то вы можете их разрезать вдоль напополам ну или даже поперек если хотите я же не хочу как сказать портить красоту от этого листа и хочу использовать его целиком но предупрежу то что тогда процессе приготовления с ними будет гораздо сложнее работать вот все наши необходимые ингредиенты немного правда и и теперь приступаем к непосредственно к приготовлению наливаем растительное масло на сковороду где-то две-три столовые ложки добавляем зеленый лук если хотим его и чеснок и делаем масло пропитываем их соком чеснока и зеленого лука пассеруем на среднем огне до такого сильного запаха лука и чеснока тогда мы закладываем с вами прежде нарезанное и подготовленное мясо мы и и что с ним делаем готовим его на средне сильном огне все время помешивая если вам позволяет ваши навыки то можно даже так и стряхи вообще-то блюдо удобно готовить именно сковороде китайского типа типа вог если у вас она есть затем когда мясо у нас наполовину будет готова то мы заливаем в прежде подготовленный соус все хорошо перемешиваем даем соусу закипеть и закладываем бак чой вот как я и говорила если вы закладываете листья достаточно большие то с ним будет достаточно трудно работать в процессе приготовления сажа бак чой листья маленькие то никаких проблем не хотелось сохранить их целиком потому что именно так это блюдо выглядит особенно красиво продолжаем готовить на среднем огне постепенно листья уменьшится в объеме и дадут воду далее мы продолжаем готовить до тех пор пока мясо не дойдет до полной готовности и овощи тоже не уменьшится и не размякнут затем перед тем как выключить огонь добавляем одну стол ложку кунжутного масла и все перемешиваем и перед подачей к столу можно еще раз все посыпать обжаренными кунжутными семенами но это не обязательно блюдо это сытное обычное она естся с рисом так что полноценный обед или ужин надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь здесь еще раз придет способ приготовления и ингредиенты подписывайтесь на канал мне кажется, вы будете называть этот ролик очень рад! посмотрите, если вы хотите, вам кажется и я снимаю яблотку и яблотку яблотки Продолжение следует...